Радио «Вера» представляет Святые мученики Кирик и Иулита жили в III веке в Малой Азии. Святая Иулита происходила из знатного рода и была христианкой. Она овдовела, когда сыну Кирику было три года. Во время гонений на христиан святая Иулита с сыном и двумя верными рабынями ушла из города, оставив свой дом и имущество. Она скрывалась под видом нищей, но все-таки была узнана, задержана и представлена на суд правителя Александра. Святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо исповедала свою веру во Христа. Правитель приказал бить святую палками. Во время пыток святая Иулита повторяла «Я христианка и не принесу жертвы бесам». Кирик плакал, глядя на мучения своей матери и рвался к ней. Правитель Александр пробовал утешить его, но мальчик вырывался и кричал «Пустите меня к маме, я христианин». Правитель швырнул ребенка с высоты помоста на каменные ступени. Мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы и умер. Святую Иулиту после долгих пыток убили мечом. Мощи святых Кирика и Иулиты были обретены в IV веке, во время царствования святого равнопостольного царя Константина. В честь святых мучеников близ Константинополя был устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима воздвигнут храм. Святитель Дмитрий Ростовский говорил, насколько высока честь мученичества. Это измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых. Церковь верит, что Господь утешил своих мучеников в их страданиях и просит мученика Кирика и мученицу Иулиту. Молите Бога о нас. Святой равнопостольный великий князь Владимир родился в 962 году. Он был сыном киевского князя Святослава Игоревича и малуши-ключницы, матери Святослава, княгини Ольги. Владимира рано отобрали у матери. Он воспитывался в Киеве при дворе своей бабки. Но еще долго его преследовало презрительное прозвище Рабичич, то есть сын рабыни. Первые шесть лет своего княжения Владимир провел в военных походах, лично возглавив дружину. При нем все славянские племена от Карпат до Волги стали составлять единое целое и называться русскими. В то время князь был яростным язычником. Далеко не сразу Владимир пришел к христианству. Летопись рассказывает о том, что ему предлагали принять свою веру волжские болгары-мусульмане, латиняне, хазарские евреи. Владимир отправил послов в разные страны, чтобы те своими глазами увидели, как поклоняются Богу разные народы. Вернувшись в Киев из Константинополя, послы рассказали князю о красоте византийского богослужения. «Не знали, на небе или на земле были мы, ибо нет на земле красоты такой. Знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех странах». Владимир согласился с тем, что византийская вера лучше всех остальных, и Русь приняла крещение. По словам святителя Илариона, митрополита Киевского, «Князем Владимиром мы обожились, и Христа истинную жизнь познали». Церковь прославляет благоверного князя и просит «Святой Владимир, моли Бога о нас». Едва ли найдется в русской истории имя более значимое, чем имя киевского князя Владимира, крестителя Руси. Уже древнерусские книжники называли его равноапостольным. Благодаря князю Владимиру в конце X века русская земля приняла христианство, и это событие определило весь ход нашей истории. Православная вера совершенно изменила самого князя Владимира. Услышав евангельские слова «блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут», Владимир стал творить множество добрых дел. Он разрешил всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать все, что ему нужно – еду, питье или деньги. Более того, узнав, что больные немощные не могут добраться до его двора, князь велел развозить для них по городу пропитание. Недаром в память народа киевский князь вошел с ласковым прозвищем Владимир Красное Солнышко. Князь Владимир был похоронен в Киеве, в построенной им Десятинной Церкви при огромном стечении народа. Его оплакивали все киевляне – и бояре, и нищие. Русские люди начали чтить память своего крестителя уже в XI веке, а еще через два столетия он был причислен к лику святых. Сегодня свои именины празднуют все названные и крещеные в честь равнопостольного Владимира. Святой князь молится перед Богом о всех, кто носит и почитает его имя. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к равнопостольному Владимиру. Моли Бога о нас. Священный мученик Петр родился в 1897 году в Истре. Он закончил школу, работал на телеграфе. В годы Гражданской войны он служил писарем в Красной Армии. После поражения похода Михаила Тухачевского Петр Троицкий три года находился в польском плену. В 1922 году он вернулся и через некоторое время оставил гражданскую службу. Петр, как и его отец, стал служить псаломщиком в церкви. В 1930 году его избрали старостой храма. Через год Троицкого арестовали. Его обвинили в антисоветской агитации. Староста был замечен за разговорами о религии и боге с посетителями чайных. Виновным Петр Иванович себя не признал. Он оправдывал и все духовенство. На допросе говорил, что никакой контрреволюционной деятельности священники не проводят. Но Троицкому припомнили, как он спасал от закрытия церковь. Тогда он за пару дней оповестил всех крестьян из соседних сел. Те прибыли в город на собрание и добились, чтобы вопрос был снят. В 1931 году вину Троицкого доказать не удалось, и его освободили. Вскоре он принял сан дьякона и служил в Троицком храме под Истрой. В 1937 году все духовенство храма было арестовано. Дьякон Петр Троицкий был приговорен к десяти годам лагерей. Через год он скончался. К лику святых Петра Троицкого причислили в 2000 году. Священный мученик Петр Троицкий похоронен в безвестной могиле. Но церковь хранит память о своем святом и просит его как самолитвенника. Моли Бога о нас. Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Киевом. Решение о появлении этого праздника в официальном церковном календаре было принято в 2011 году. Дата торжества выбиралась не случайно. Ведь сегодня церковь вспоминает святого равноапостольного князя Владимира. Открывает собор киевских святых апостол Андрей Первозванный. В своей проповеди евангельской истины именно он дошел до славянских земель. В сонме киевских святых прославлены самые первые христиане Руси. Благоверная княгиня Ольга, мученики Феодор и Иоанн. Особое место занимают подвижники Киево-Печерской лавры. Со времен Древней Руси, вплоть до революции, этот монастырь был средоточием духовной жизни, богословской мысли и образования. Церковь чтит их и просит у преподобных отцов молитв и заступничества. Из лавры вышли выдающиеся архипастыри православного мира, такие как святитель Иоанн, митрополит Тобольский, святитель Иннокентий, епископ Иркутский, священно-мученик Арсений, митрополит Ростовский и другие. Сегодня церковь творит им память. Чтятся в соборе также праведники Зверенецкого Киевского пещерного монастыря, князья-мученики Борис, Глеб и Игорь. Святители и священно-мученики митрополиты Киевские. Церковь обращается к ним. Все святые в земле Киевской просиявшие. Молите Бога о нас.